Приветствую вас, и обычно человек не знает, что ему делать тогда, когда он находится в одной из двух возможных ситуаций. Уважаемая Анастасия, мне хочется вам сказать, что вы задавали один и тот же вопрос уже два раза по правилам этого ресурса, заявляя нарушением и в избежании того, чтобы вас, например, забанили, то есть запретили доступ на сайт, и, пожалуйста, не нужно так больше делать. Теперь по поводу проблем, о которых мне бы хотелось вам сказать. Значит, первая и самая главная проблема – это то, что вы наблюдаете в своем, как бы, сознании, вы наблюдаете в своем восприятии окружающего мира, ну, скажем так, определенную фигуру. То есть, вот знаете, когда диктор, да, по телевизору диктор, он говорит что-то, а мы, например, видим только его, мы видим диктора, но мы не видим то, что находится у него на фоне, допустим. Потому что нам это не очень-то важно, нам это не очень-то интересно, нам это безразлично, то, что мы видим, но тем не менее мы это видим. И вот этот аспект, аспект такой, что вы выделяете фон, но не выделяете фигуру, очень, потому что на самом деле, пока вы не делаете так, пока вы выделяете только фигуру, но не выделяете фон, вы не можете найти достаточное количество решений для своей ситуации. Потому что решения, все решения, они упираются исключительно в фигуру, фигуру, которую вы видите, которая основная, которая не дает вам, ну, например, делать все решения, принимать те, значит, те поступки, те явления мира, которые есть. Соответственно, постарайтесь в своем сознании убрать фигуру, просто ее отдалить, скажем так. А вместо этого, значит, постарайтесь обратить внимание на фон, и тогда у вас, ну, вообще говоря, появятся удивительные решения, которые вы даже сами для себя не подозреваете. Вот то, что вас больше всего волнует на данный момент, вот это исключите из своего восприятия. Уберите это. Обратите внимание только на фон, и тогда вы удивитесь, насколько расширится ваше восприятие, насколько вы, насколько много у вас появится, ну, скажем так, насколько много у вас появится возможностей для принятия решений. Это первый и важный аспект. То есть фигура, которую вы воспринимаете как основную в своем сознании, в своем восприятии, да, мешает вам увидеть, мешает вам посмотреть, обратить внимание на то, что находится за фигурой. Следующий важный аспект, который мне хочется вам донести, заключается в том, что обычно, обычно, люди, которые не знают, что им делать, как им вообще, как говорят, там, себя вести, как им поступать и так далее, находятся под, находятся под большим, очень большим давлением. Давлением со стороны, например, людей, других людей, со стороны, скажем, окружения, со стороны родных, со стороны близких, со стороны друзей. То есть все они чего-то от вас постоянно там хотят, грубо говоря. Но это не повод для того, чтобы ориентироваться на их желание, на их стремление. Это не повод, чтобы прислушиваться к ним. Да, вы можете выслушать то, что они вам говорят. Да, вы можете выслушать то, что они вам советуют. Да, это вы все можете сделать. Но отдавать решающее значение, позволять другому мнению влиять на ваше восприятие, на ваше поведение не стоит. И если вы не знаете, как быть и что делать, то очень рекомендуется в этом случае вам немножечко побыть наедине с собой, поприслушиваться к себе, подумать о том, чего хотите лично вы, и что мешает осуществить вас на то, чего хотите лично вы. И вот постараемся обратить внимание на те блоки, которые проявятся в результате вот такого углубления в себя. То есть вы прислушаетесь к себе, и вы поймете, что именно лично вам ближе, что именно лично вам дороже, чего именно вы хотите. И тогда проблема отчасти будет решена. По крайней мере, вы сможете назвать те блоки, которые мешают вам достичь своего. По крайней мере, вы сможете назвать те препятствия, которые не позволяют вам добиться того, чего вы хотите. И тогда уже вам будет более ясно, с чем работать. Тогда уже вы будете иметь более четкое представление о том, на что направлять вашу энергию и ресурсы, чтобы справиться с этим вот вашим состоянием. Если говорить о втором варианте, то здесь справедливо будет еще и то, что вам необходимо, вот будучи в уединении, да, то есть будучи без людей, ограничив свое общение с людьми, вам будет очень правильно создать такую область в своем сознании и вокруг себя, куда не было бы доступа вообще-то говоря никому. Чтобы вы чувствовали, что есть место, как в сознании, так и в реальном мире, где вы хозяйка, только вы. И это очень полезно для вас, это позволит вам лучше себя чувствовать, это позволит вам лучше понимать, чего вы хотите, и тогда уже к этому стремится стремиться. Естественно, данные рекомендации носят общий характер, потому что понятно, что помочь вам без знания сути вопроса нельзя. И до тех пор, пока вы либо не дополните свой вопрос и не напишите, что именно вас волнует, что именно вас беспокоит, мы не сможем дать вам никаких конкретных рекомендаций для того, чтобы вы решили свою проблему. Убедительная просьба, не пишите повторные вопросы, это вот понимается как нарушение правил, но, пожалуйста, забывайте свой вопрос или выберите эксперта, который бы вам понравился и с которым вы смогли проработать то, что вас волнует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!